Йо-хо-хо! Дед, ты куда Рокутагин надел? А Рокутагин, дорогой мой друг, уже лицом в салате. Впрочем, тебе ли не пофиг? Однако, надо же поздравить дорогих зрителей. И поскольку Рокутагин на данный момент этого сделать физически не может, это сделаю я, дедушка Нагиб Мороз. Итак, что мы можем сказать о 2000 уходящем 23-м годе? Году, так сказать, лете по-старому. Годик-то был непростой. И что-то, знаете, последние годы простых-то вообще и не было. Да, не тот уже Нагиб пошел, не тот. Ну да ладно, собственно говоря, кто мы без надежды на будущее? Вот и снова год прошел, ну и нахрен он пошел. Буся, кстати, в этом плане со мной полностью согласен. Она тоже поздравляет вас с наступающим 2024-м. Да, мой шляпи? Иди. И вот мы плавно вступаем, входим, так сказать, по-самым глубоко входим, надежно, окончательно и бесповоротно в год 2024-й. И пожелать я вам в нем хочу, конечно, прежде всего мира. Именно так, чтобы люди на всей планете относились друг к другу с уважением. А стрелять всем нам приходилось только в Варфейсе. Да, именно в Варфейсе, тогда и онлайн вырастет. В общем, желаю вам всем мира. Мира во всем мире. Это, конечно, как бы я романтик, но тем не менее, что может быть прекраснее? Вслед за этим основополагающим в наше время пожеланиям, я, конечно же, как всегда, желаю вам самого главного. Счастья, здоровья и любви. И много-много денег. Потому как здоровья и любовь не купишь, но можно купить все остальное. Ха-ха-ха-ха, да! Потому, друзья, поздравляю вас всех с наступающим 2024-м годом. Капитан Очевидность присоединяется. Я Синбол. Красавчик. Рокутагин, кстати, тоже. Он, ну, не может. Немножко сейчас он спит, скажем так. И давайте углубимся в основополагающие наши ежегодные обсуждения. Подведение итогов, так сказать. Вы знаете, что касается Варфейса, все не так плохо. И вот эта формулировка, все не так плохо, это значит даже хорошо. А лодусы таки научились что-то делать. Контент плюс-минус годнотеловский пошел. Красивый, яркий, в хорошей упаковке. Да и содержание в последнее время не подводит. Но кроме технической части. Здесь они впереди планеты всей. Только первое место сзади. Не спереди. Ситуацию с деталями немножко поправили. Да и контента завезли нам действительно. Будь здоров. И карты новые, и ПВЕ переработ. Тут спорно. Мне не нравится, потому что нет ваншотов в голову теперь. Да, везде и всюду. С другой стороны, награды очень достойные. И ПВЕшникам есть чем заняться. Разряды покачать можно. В общем-то, прямо скажем, занятно. А потому похвально. Не могу ругать их. В целом, вы знаете, в этом году Алоды стали понемножечку исправляться. За что им огромное спасибо. Еще бы тех людей, которые отвечают за техническое состояние, немножко поставить к стене... Нет, я не это хотел сказать. Пожелать им удачи. Расширить штат технических сотрудников. И добиться истинной, хорошей стабильности игры. Вот этого мы, собственно говоря, и ждем. И огромное спасибо за работу. Вы наши любимые, вы наши единственные, вы наши обожаемые. Кроме этого, Варфейс перестал стремительно терять онлайн. Полагаю, что, скорее всего, остались просто лютые задроты, которых поганой метлой не выгодишь из этой игры. И вот они не уходят. Они вот, вот, стабилизировались. Будем надеяться, со временем Варфейс, наоборот, только приобретет. Да, конечно, опять романтик, но мало ли. О, запах какой-то пошел. Кажется, Буся насрала. Надо сказать, Рокутагину пусть уберет. Дедушка, ты в этом спортивном костюме больше на ракетира похож. А вот так вот меня еще никто не оскорблял. Вы знаете, друзья, пора бы нам переходить к Сталкеру. Да, именно так. С Варфейсом, в общем-то, все не так плохо. Даже может быть хорошо. Год выдался не самым плохим. Ситуация стабилизировалась. А вот в плане Сталкера она не только стабилизировалась, она и так там была стабильна. Но вы знаете, произошла масса интересных событий. Прямо грандиозных. Жекан завершил свою трилогию возвращения в Зону. И, судя по всему, работает над новой модификацией. Пока не названной, толком не анонсированной. Но, судя по всему, масштабной, интересной, глубокой и надежной. Поэтому мы желаем ему от всего сердца удачи. Обязательно эту модификацию пройдем. Если он ее сделает. Команда Vivian Team выпустила модификацию Инкубатор. Которую мы с удовольствием прошли. А после этого они выпустили модификацию Ловец снов. Ребята прямо набрали обороты. Но, самое главное, наконец-то завершилась. А, не представляю себе, завершилась разработка Трусталки. Разработка бета-тесты. И вот, эта великая модификация вышла. Выглядит она просто шикарно, великолепно, шедеврально, деточка, да. И ее Рокутагин тоже собирается пройти. Если у него, конечно, будет не лагать. Если будет лагать прямо на нормальной графике. Придется вначале обновить комп, что он все-таки, он смеялся, что это надо делать. Он обновит комп, да. И, и уже после этого, после этого пройдет, да. Такие дела. В общем, вы знаете, на моды год выдался богатым. Тут и новости подъехали. Обливион Лост Ремейк 3.0 Скоро поступит в ОБТ. Да, разработчик предоставит игрокам возможность. Тоже легендарный мод. Сколько легендарных модов, сколько легендарных всяких событий происходит. Сталкер 2. Это мы не будем обсуждать. Неважно, забудьте. В общем, есть много хороших модов. Отличных, годных. Ну, может быть, в принципе, и Сталкер 2 потом когда-нибудь станет. Да, тогда я над ним тоже мододелы лет 7 поработал. Ладно. Эм, итак. Дедушка Балабол, а какие там планы по контенту на новый 2024? Планы по контенту? Хороший вопрос, капитан Очевидность. Я у Ракутагина спрашивал, перед тем, как упасть в миску с салатом Оливье, он мне на этот вопрос в какой-то степени ответил. Ответ сей был прост, но содержателен. Он сказал, долой штамповку, будем давить на качество. И сам потом надавил на салат. В общем, не будет он делать ролики каждый день. Но, может быть, будет делать через день. Как получится, он сказал, но в приоритете качество, а не количество. Ибо такой подход больше нравится ему, да и показывает в целом он себя лучше. Сосредоточиться наш друг желает в новом году, как и прежде, прежде всего, над Варфейсом и сталкером. И что-то другое снимать, так сказать, иногда в нагрузочку дополнительно, но не как какую-то основу. Нет, не просите его снимать каждую новую новинку, каждый сетевой шутер. Он сказал, этого не бывать в ближайший год, следующий точно. Будет Варфейс и будет сталкер. Все остальное может быть, а может и не быть. Как говорится, хорошего, точнее, второстепенного понемножку. Собственно говоря, вот такие у нас пирожки. Точнее, итоги. Итоги 23-го года и планы на год 2024-й. Будем стабильно развиваться, либо же стабильно деградировать. Там как получится. Вот. Ну, я думаю, наш герой, когда он проснется, он сам вам все расскажет. А пока что еще раз поздравляю вас с наступающим 2024-м годом. Будьте счастливы, друзья. Будьте здоровы. И, конечно же, будьте богаты. С вами был дедушка Нагив Мороз. Капитан очевидность Ира Кутагин, который вон там в зале лежит лицом в салате. Увидимся с вами в следующем новом году. Субтитры сделал DimaTorzok